Платформа, оказывающая услуги по реализации госпроекта по ДШО финансирования детских, творческих и спортивных кружков, не имеет задолженности перед атераускими поставщиками. Об этом Atomic & Business сообщил разработчик программы. По словам Сергея Алапугина, с 2023 года арт-спорт в регионе не работает. Дело в том, что предприниматели-поставщики услуг перешли на другую альтернативную платформу, и поэтому проблемы с платежами никакого отношения к арт-спорт не имеют. Уточнил руководитель компании-разработчика. По словам авторов арт-спорт, после решения властей области о смене платформы договор закрыли уже в конце 2022 года. Однако по просьбе Акимата для бесконфликтного перехода к новой программе и бесперебойной работы детских кружков, арт-спорт оказывал услуги еще один месяц, до февраля. Ну а затем, переведя в полной мере средства от заказчика к поставщикам, за январь прекратил свою работу в области. Это подтверждают и подписанные акты выполненных работ, а поэтому все претензии, связанные с задержкой выплат, следует адресовать представителям новой платформы. После этого, как мы прекратили обслуживание этого региона, платформа альтернативная продолжила там работу. Соответственно, она должна была и обеспечить весь этот цикл проведения мероприятий, связанных с осуществлением заказов. В областном управлении спорта уточнили, что перевод кружков на новую платформу Дому Бала еще не завершен, поэтому Акимат вынужден констатировать, что сейчас в регионе еще нет возможности принимать детей бесплатной кружки. Договор с платформой Дому Бала мы подписали в январе. В настоящее время ведутся работы по переносу действующих кружков в базу данных и их регистрация. Если поставщики услуг ускорят свою работу, тогда станет возможным принимать и обрабатывать новые заявки. Часть функций пока еще недоступна. Субтитры создавал DimaTorzok